Вообще желание изменить возникает и у тех, и у других. Оно просто возникает по-разному, иногда это не воспринимается как желание изменить, а как-то желание получить какие-то впечатления или еще что-то. Вообще, когда кто-то идет налево, он идет не изменять, если это не месть, он идет, так сказать, получить какие-то другие впечатления, которых ему не достает. Почему это происходит? Механизм в целом-то не хитрый. Значит, когда вы сходитесь с партнером, у вас достаточно быстро, точнее, вспыхивают какие-то такие эмоциональные чувства, куча всяких разных переживаний, вот. И сексуальные отношения на этом фоне, конечно, значительно более насыщены, вот. И чем они насыщеннее, тем больше я идеализирую отношения, которые у меня есть с партнером. Сексуальная жизнь наша, она, конечно, прекрасна на первых связях, на первых отношениях, на первые месяцы, вот. Почему это хорошо? Потому что, ну, для мужчины вообще важна новизна, вот. Женщина в этот момент тоже идеализирует будущее, и, в общем, и мужчина пока не знает про его недостатки, вот. Потому что он их не показывает. Вот. В общем, короче говоря, у них все может очень неплохо происходить, вот. Потом по разным причинам у мужчин и у женщин распадает радость от сексуального взаимодействия, вот. И нападает на них, на мужчину нападает какая-то тоска, вот, обязательность. У женщины может возникнуть разочарование, потому что, если раньше мужчина воспринимался ею как какая-то такая вселяющая надежда в мужской особи, тут в какой-то момент надежды становятся призрачными. В общем, разные причины, эффект один, остывают отношения между двумя партнерами. И, естественно, что в этот момент у людей возникает желание пойти куда-нибудь и восполнить недостаток ярких, качественных сексуальных переживаний.